Всем привет, сегодня у нас 1 июня, тема PPC Tools. Поехали. Привет всем, зовут Дмитрий, еще раз привет тем, кто меня не слышал. Сегодня я хотел бы посвятить наш вебинар основам PPC, потому что по итогам предыдущих вебинаров очень часто спрашивали, вопрос создавали именно такого базы уровня, то есть как создать рекламную кампанию, как собирать ключевики, как улучшать и так далее и тому подобное. Начнем мы с этого, потом плавно уже будем переходить к использованию нашей программы и как с помощью нее оптимизировать, улучшать, упрощать и так далее. Ну, собственно, начнем с PPC. Основная проблема у всех, кто сталкивается с этим, это то, что Amazon съедает довольно большие деньги, а COS достаточно большой, то есть он может быть, когда вы только начинаете, там, под 100%, у некоторых и выше, и либо совсем мало продаж, либо их нет, либо, ну, то есть основной, с чем сталкивается новичок, он приходит, он делает какую-то рекламу свою на автомате для своего товара, ставит какую-то ставку, я не знаю, там, доллар-два, и у него сжираются все деньги довольно быстро, заказов очень мало, это по первому времени, по первому времени так происходит, потом происходит еще веселее, то есть потом вообще прекращается какая-то реклама, то есть прекращается, даже расходы средств прекращается, то есть рука вам медленно умирает, то есть даже кликов нету, и на этом, в общем, все знакомство заканчивается, и люди говорят, ну, у нас не работает PPC, мы не знаем, что такое, давайте что-нибудь другое примем. На самом деле PPC – это один из самых мощных инструментов, который есть на Амазоне по продвижению ваших товаров, если не брать там какие-то индусские методы, которые, кстати, сейчас там большинство с вами не работает уже, вот, и PPC остается одним, наверное, ключевым инструментом для продвижения ваших товаров. Он просто белый официальный в любом случае, если даже они новые методы вылезут, он все равно будет белым и официальным. Да, да, и за это вас никогда никто не прижмет, никогда он не скажет, что вы там что-то мухлевали или еще что-то, то есть это вот инструмент, который от него выбран, а Амазон сам на нем зарабатывает, то есть он с удовольствием будет вам помогать, если у вас какие-то проблемы с ним, и никогда вас за это не забанить и так далее. Вот, поэтому даже если вы занимаетесь каким-то там продвижением, которое сейчас уже не работает, все равно PPC он должен быть, и у любого продавца, даже независимо от того, если у него даже ниша такая, которая сама себя продает, все равно должен быть PPC, потому что это дополнительная продажа. Дополнительных денег отказываются глупо. Поэтому PPC нужно давать в любом случае, просто нужно с ним более внимательно ознакомиться, нужно понимать основу, нужно понимать, как давать мануальной компании, как настраивать автокомпании, и вот этим как раз я сейчас хочу заняться, рассказать, с чего начать, собственно, с чего начать знакомство с PPC. Ну, прежде всего, начинаете обычно со следующего, и это правильный путь, вы делаете автокомпанию на свой товар, сразу вопрос сам к себе задам, потому что часто его задают, у вас несколько вариаций, у вас несколько однотипных товаров, нужно ли делать под каждый товар отдельную компанию, или отдельную отгруппу, или можно все вместе, чтобы экономить время. Ответа однозначного нет. То есть время вы, естественно, сэкономите, не будете заморачиваться с разными отгруппами, но, например, есть некоторые вещи, которые работают в одной вариации, а не работают в другой. Например, когда люди ищут конкретно по этой вариации. Например, если у вас вариации цвет, то люди, например, ищут, я не знаю, если мы рассмотрим какие-нибудь там стульчики детские, красные, то, соответственно, если у вас будет в компании все, то, например, зеленые стульчики будут совершенно плохо выступать, а Акос у компании общий на, собственно, и на зеленый, и на красный, поэтому это будет не очень правильно. То есть вот все запросы, которые касаются специфического товара, они будут размазываться на всю компанию, и они не будут так же эффективно работать, как они, если бы работали, если бы эта вариация была выделена в одну компанию или в одну группу. Поэтому, в принципе, если у вас есть время, лучше всегда вариации выделять в отдельные хотя бы от группы или в отдельные компании, для того, чтобы, соответственно, более тонко все это настраивали. Двинемся дальше. То есть вы создаете компанию какую-то автоматическую. Ну, я надеюсь, все знают, как ее создавать, они будут показывать в селер-централе, все знают, как это делать. Вы делаете автоматическую компанию, вас спрашивают о бюджете ежедневно, ежедневный бюджет вы ставите, ну, предположим, 100 долларов в день. Она спрашивает вас, Амазон спрашивает вас о максимальном цене за клик. То есть здесь рекомендуется, у каждой компании, тоже коротенькое отступление, у каждой компании существует несколько старей. Когда вы только ее начинаете, она, компания вот для вас собирает информацию. То есть она фактически работает в убыток и, возможно, иногда довольно сильный. Но она важна тем, что она собирает среди вот этих всех ключевиков, которые у вас есть, она собирает только те, которые работают для вашего товара. Ну и, соответственно, масса будет кликов, и будет неэффективный, и который просто вы потом отметете. Но сначала, в любом случае, желательно ставить большую ставку, потому что только при большой ставке начнется сбор всех данных, потому что самые жирные, самые хорошие ключевики, они, как правило, дешевые. Поэтому, когда вы создаете автоматическую компанию, всегда начинайте с высокой ставки. Вы сколько сможете держить? Сможете две недели продержаться? Держитесь две недели. Сможете месяц? Это вообще замечательно, потому что потом я покажу, и расскажу, как убирать ключевики, которые показывают плохую статистику и сжирают вашу деньги. Что ты подразумеваешь под высокой ставкой? То есть, это от скольки? От доллара до пяти? И какой примерно бюджет? Ну, зависит от, потому что разных нишек по-разному. Ну, понятно, я из-за этого говорю в среднем. По твоему опыту? По-моему, где-то до двух долларов я ставлю. Два доллара, это вот верхняя граница. Бюджет, бюджет от скольки до скольки актуально? Ну, до 100 долларов в день. От скольки? Это 100 долларов, это жирно, круто, от скольки хотя бы. То есть, не у всех таких денег есть. Слушай, ну, чтобы собрать хорошую статистику, ну, хотя бы, я не знаю, там, 30-50 долларов в день. Все понял. То есть, ставка до двух баксов, бюджет до 50 долларов, то это держать хотя бы две недели, это получит... Хотя бы две недели, да, чтобы собрать хоть что-то. Все, то есть, я говорю именно про минимум, то есть, минимум необходимости, потому что многие вообще недопонимают, что надо. Многие до сих пор ставят 10 долларов и клик там, я не знаю, разные. Я честно могу сказать, мой опыт был неудачного первого товара. Это вообще просто, то есть, я ставил... Я постоянно менял, потому что пей-пер-клик, это очень психологически давит, жестко просто. Это кажется, когда вот так ты рядом ходишь, там кто-то что-то рассказывает. Когда вы реально с этим столкнетесь, день, два, три, четыре, просто я не выдерживал, я не знал, что надо держать в те времена. Это было вот ровно год назад практически. То есть, я реально день, два ставил. Ну, у меня такая была ситуация, что я, короче, пять долларов ставил. Пять. У меня заработок четыре с половиной был. То есть, я пять долларов забит ставил, и у меня ни разу бюджет не выкликался. Бюджет я стал 30 долларов. Вот. Из-за этого... Ну, психологически, пей-пер-клик, у меня даже вот есть товарищ, который этим профессионализм, он рассказывает, лучше, даже вот я сам знаю, грубо говоря, что надо делать, но лучше, чтобы мой напарник меня вел, а я его вел. Психологически даже самому себя очень тяжело это делать, и вы должны готовы быть психологически к этому, потому что реально, блин, ждешь, ждешь, результат нет, хочется что-то поменять, что-то улучшить, а не надо это делать. Ну да, согласен. Ну, собственно, продолжу тогда по поводу автокомпании, значит, мы ее настроили, и желательно хотя бы неделю. То есть, вы будете замечать, после того, как вы это сделали, с довольно высокой ставкой, вы увидите следующее. То есть, возможно, будут какие-то продажи, возможно. А косу у вас по первому времени не будет, но по-разному у всех, бывает от стада, бывает даже 200. Это нормально, если очень не в моготу, вы можете на свой взгляд заминусовать те слова, которые вам, кажется, для вас не работают. Но опять же, с большим вниманием, потому что вы можете заминусовать что-то хорошее. Но опять же, можете просто, если у вас вот прям так горит, и вы кажется, что вы весь бюджет сейчас сольете, идите в настройки, в негатив keywords, и на ваш взгляд, ну, во-первых, сначала PPC Tooth, но я сейчас все это покажу вам. Ну, вот я как раз на своем примере, сейчас я покажу автокомпанию. Ну, вот автокомпания, но она совсем молодая, сейчас попробую что-нибудь пожирнее найти. Кстати, вот автокомпания, по одной, это только свежая, по ней еще статистики нет сейчас. Вот это, по-моему, автокомпания, она чуть-чуть пожирнее. Да, вот как раз свежая автокомпания, собственно, как раз хотел ее показать, она, по-моему, стартанула, ну, видно, там, сколько-то там дней назад, она совсем свежая, 23 мая она началась, то есть, я неделю от роду. Вот как раз пример автокомпании, которая занимается сбором ключевиков. Здесь 145, ну, то есть, все вот по науке, 145 ТАКОС, довольно высокая ставка за клип, очень низкая конверсия, и, собственно, вот это как раз свежая автокомпания, это свежий товар, ко мне заехал, это свежая компания, которая вот только стартовала. То есть, для чего она нужна? Она нужна, собственно, только для этой штуки, она нужна для сержа-треки. То есть, сюда мы заходим, мы смотрим серж-тернсы, которые она собирает. То есть, что делают в начале автокомпании? Они собирают для вас статистику. Вы видите, какие у вас ключевики работают хорошо, какие не работают, и потом из-за этих ключевиков вы уже собираете нормальные компании. То есть, вы их, это я все дальше рассмотрю, но давайте пока остановимся вот на этом. Мы заходим сюда, мы видим один просто совершенно железобетонный ключевик, который с безумным окосом. Ну, правда, здесь один всего клик, но и сразу заказ. То есть, один клик, сразу заказ. опять же, мало статистики, но это можно говорить о том, что ключи, в принципе, хорошие. То есть, с этим ключевиком можно иметь дело, но опять же, это сложная компания. Сейчас попробую другую какую-нибудь найти, потому что, слишком мало статистики. Сейчас, секунду. Сейчас автокомпанию с хорошей статистикой. А, ну вот, вот автокомпания с хорошей статистикой. Да, вот отличный пример. Но она уже, это вот автокомпания, вот видите, ассортепост, это старая моя автокомпания, она давно работает, она вырезана. Вот она уже с 18-ти, а, пост, это вот та самая автокомпания, которая вот уже работает давно, и которая вырезана, которая все заминусовано, что можно. и, ну, как пример ее можно использовать, просто покажу, как из нее, то есть, что с ней происходит дальше. Здесь довольно большое количество, можно посмотреть, прибыльных search terms, то есть прибыльных поисковых фраз, которые потом будут трансформированы в другую компанию, на основе которых уже будем строить наши дальнейшие компании, отсюда мы их будем вытаскивать из автокомпании. Но, опять же, если вы заметите, вот из 10 раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, это все осины конкурентов. То есть вот не осинов тут раз, два, три, всего три не осина, есть много их, тут три. Остальное все это осины конкурентов, осины конкурентов на самом деле очень хорошая штука, по ним можно снимать хороший трафик, снимать хорошие продажи, даже если посмотреть, вот по одному осину я имею 11% окоса и 4 заказа при 19 клика, это очень высокая, то есть почти 25% идет, то есть 20% идет конверсия. Осины очень хорошо работают, они замечательно работают, и тоже, когда у вас будет много статистики, вы увидите осины конкурентов, и это тоже будет очень хорошо вам приносить прибыль. Они собираются автокомпаниями очень хорошо. В принципе, вы можете их руками тоже насобирать, но автокомпаниями самые замечательные средства для сбора вот этих вот хороших слов и так далее. Вот, соответственно, у вас проходит две недели, ну минимум две недели, если вы хорошо заливаете деньги, вы получаете довольно большой список ключевых слов, ну вот здесь вот у меня там более старая компания, конечно. Чем удобно, опять же, если вы не пользуетесь вашей программой, вам нужно идти в Seller Central, в отдел репорта, скачивать репорт в Excel, и там сидеть, кроптить, выискивать их, ну довольно сложная задача и непростая. Если вы подписаны на нашу программу, вы одним кликом все это вынимаете, смотрите, и в каждой компании вы видите прибыльные, неприбыльные, из какой у них окос, все эти ключевики, они у вас как молодые. То же самое вы можете посмотреть, вот сейчас я рассмотрю следующий этап, это те ключевики, которые у вас, ну пожирать ли денег, а толку никакого. Но на самом деле это можно очень просто, можно сортировать по окосу, и, соответственно, если, ну или по кликам можно сортировать, посмотреть по кликам. Вот, например, 8 кликов и ни одного, ни одной продажи. Ну 8 это маловато, конечно, я сейчас период расширю, сейчас я период побольше возьму, за последние 60 дней, например. И вот сейчас мы найдем какие-нибудь слова вредители. Не расширился диапазон, видимо, тоже недавно я ее запустил, вообще компания старая, ну бог с ним. Тогда на словах расскажу. То есть здесь вот non-profitable, это те самые серсеранс, которые вредители, которые нам пожирают наши деньги. Но к ним надо очень аккуратно относиться. Например, 3477, а окос, это пограничный, это ничего страшного. То есть если просто чуть-чуть уменьшить ставку, то из него вполне можно сделать человека, и в принципе оно будет нормально работать. Далее. А вот, например, есть кандидаты, которые совершенно не работают. Как можно отличить вредные ключевые слова, то есть те серсерансы, которые просто пожирают ваши деньги. Почему они пожирают ваши деньги? Ну, скорее всего, люди их видят, открывают, может быть, из интереса, то есть им не нужен этот товар, они могут из любопытства его открыть, может быть, им что-то не понравилось, им не нужно. То есть вот от этих ключевых, от этих серсерансов надо избавляться. Избавляться из них очень просто. Их нужно просто выискивать здесь, опять же, можно руками, можно через нашу программу, покажу, как дальше, и их минусовать. Выискивать их очень просто. Если у вас большое количество кликов, но нет заказов, вот здесь нолик стоит, и здесь нолик стоит, это означает, что ключевик, ну, опять же, ориентируйтесь на свою конверсию. У меня конверсия довольно высокая, у меня листники вырезаны, они порядка 15% в конверсии. Соответственно, для меня будет 6 кликов, это уже означает, то есть если больше 6 кликов, то это означает, что уже что-то там нездоровое. Например, вот это 8, это абсолютно точно уже можно минусовать. В нашей программе, опять же, делается это все просто. Выбираете ключевик, можно аксессуровать, и здесь можно добавить его в негатив. То есть не надо целью централа идти, никуда не надо идти, вы просто сюда нажимаете, добавляете негатив, и наша профсистема автоматически все это дело записывает негативы, и потом вот здесь вот у вас просто поменяется светлое, то есть все равно ключевика будет показано, что он уже в негативе, то есть больше с ним ничего делать не надо. И дальше что мы делаем? Вот предположим, у нас прошло 2 недели, что мы делаем дальше? Мы сначала заходим в нашу любимую, самую хорошую папку, называется Profitable, это те ключевики, которые просто золотые, которые нам генерят прибыль, которые, собственно, с которыми мы дальше будем что-то делать. Что мы делаем с ними дальше? Мы их начинаем выделять в отдельную компанию и начинаем лить на них бюджет. Лить на них бюджет можно двумя способами. Ну, сначала нам надо и все выбрать. Вот эти абсолютно точно хорошие ключевики, потому что они зеленые, они генерят прибыль. Мы их убираем сначала все. Потом нажимаем Add to Campaign, и она, соответственно, позволяет там создать новую компанию с этими ключевиками, либо просто можем скопировать и вручную пойти на Amazon и, соответственно, там их руками вставить в новую компанию. Значит, с этими ключевиками совершенно спокойно можно делать в одной компании три различных группы, потому что они доказали в броунде, что они хорошие, и с ними можно дальше работать. Значит, что мы делаем? Мы идем, ну, или создаем здесь, или идем в Seller Central, создаем новую компанию, называем ее как-то Good Keywords, хорошие ключевики, и на них делаем три диапазона. Broad, Phrase, Exit. То есть по каждому диапазону мы будем делать разные ставки и, соответственно, будем делать, соответственно, релить разные бюджеты. Вот я как пример покажу свою компанию, которая как раз вот таким способом была сделана. Вот она здесь. Сейчас найду ее. Вот слоу 30%. Вот эта компания. Она сейчас довольно высокая, потому что она раскручивается немножко. Это как раз вот компания, которая была сделана из серфернсов, которые были найдены в автокомпаниях. Отдельно было под каждую сделано, соответственно, там, Frase, Exit и так далее. И это все было залито в отдельную компанию, и туда начался лицебюджет. Что значит, начал лицебюджет? Ну, здесь 53.84 – это, скорее всего, за счет экзектов, которые еще работают на другую тему. Это я отдельно не приведу. Это уже не поднимает органику. Но, собственно, здесь происходит следующее. То есть после того, как вы завели новую компанию, в которую вы добавили все вот эти вот хорошие ключевики, которые вы собрали в автокомпаниях, вы должны сделать две вещи. Во-первых, я очень сильно рекомендую, если у вас нет какой-то цели растить органику из него, из экзектов, лучше всего, опять же, я покажу на своем примере, чуть попозже, как растить органику. Если вы фрезерный бротом, ставите автокомпанию, чтобы ограничивать окос. Но, опять же, у каждого свой окос. Но, предположим, у меня окос, который комфортен, который меня вполне устраивает, это 30%. То есть для того, чтобы у вас... Ну, вот здесь уже получше, если мы поменьше диапазон сделаем, там она где-то 30% пойдет. То есть для того, чтобы у вас это все работало, как вы хотите, ставьте автопилот. Вот автопилот у нас работает, он уже на многих аккаунтах работает, на моих, на всех. Результаты довольно хорошие. То есть вы, когда эту компанию выбираете, ставьте на нее автопилот 30%. То есть если вот вы сюда идете сюда, campaign action, автопилот, ставите 30%. Максимальную, опять же, смотрите сами, боитесь, не боитесь. Если у вас мало статистик, убирайте галку отсюда, потому что она начнет работать с нулевым окосом. И здесь логика работы с нулевым окосом. Есть fast expensive, это что означает, что она будет быстро тратить бюджет для того, чтобы выяснить, какой будет окос. Либо она будет это делать, ну, опять же, зависит от вопроса возможностей. Если вы экономите средства, ставьте слово на expensive. Если средства, как бы, вам главные продажи и главные результаты, если у вас есть, то ставьте fast expensive. Соответственно, она будет быстро сливать бюджет, быстро выставлять окос. Но это будет дороже, но это будет быстрее. Ставьте все на автомат. Чем хороший автомат, он будет вам выравнивать опрос под нужную вашу. То есть вы вообще не будете забыть про эту компанию, все будет делать робот. Вам, то есть вы-то ее залили и забыли. Дальше робот будет выгназать ставки, дальше робот будет соответственно делать все остальное. То есть то, что раньше приходилось каждый день залазить, смотрите, а вот здесь что, вот здесь что, а вот здесь я бит чуть опущу, а вот здесь я бит чуть подниму. Этого делать больше не надо, это сделает робот, если вы поставите на автомат, жизнь ваша сильно упростится. То же самое здесь, но опять же, в таких компаниях они обычно уже, можно конечно следить за новыми ключевиками, их довольно много здесь выскакивает, но это будут хвосты и в принципе в отдельные компании их вытаскивать не нужно, они здесь будут шикарно жить, а вот с этими нам profitable, если у вас робот стоит, робот сам их будет опускать. Ну в принципе, если уж совсем злые какие-то будут здесь вот кандидаты, которые жуткий опос, ну вот прям вот этот 50% опос, ну можно ему минуснуть. То есть в принципе можно ему минуснуть, потому что можно конечно ставку поднапустить, но там робот ее должен пускать, но что-то там нехорошо с этим. Надо смотреть, здесь зависит от вас. В принципе, такие компании можно не трогать, потому что робот уже позаботится о ней и особо делать там ничего не нужно. Далее, следующий этап, который у вас будет, это вот вы вытащите, это делать нужно все время. Дальше, вот у вас автокомпания, вы это сделали, что происходит дальше. В автокомпании те слова, которые вы вытащите, минусуете. Причем минусуете очень аккуратно, потому что никогда не минусуете бродами. Вообще лучше не минусовать, на самом деле. То есть лучше, когда вы начинаете с более высоким бюджетом, видите, эта компания, они автоматом уходят, то есть они автоматически исчезают из автокомпании, потому что одно и то же слово, Amazon не может показывать двух разных, он какой-то из одной из компаний. Если у вас есть более дорогая ставка уже в компании, а, и постепенно опускаете ставку на автокомпании, то весь ракет перетечет в вашу мануальную компанию, автоматически. В исключительном случае вы их можете просто минусовать. То есть вы перетащили за одну другую, минусуете, опять же, очень аккуратно, либо экзектно, фрейзом, ну то есть аккуратно, чтобы у вас не сажался другой, не сажались другие ключевики, то есть фрейзом пользуйтесь аккуратно, если вы собрались, минусовать их по фрейгу. Далее, после того, как вы это все делаете, и после того, как вы чувствуете, вы уже собрали достаточное количество ключевиков, в автокомпании начинаете уменьшать цену за клип. В идеале у вас автокомпания должна, вот увидели мы автокомпанию, 18% фокос, вот это идеальная автокомпания, она где-то так и должна болтаться, когда все ключевики уже собраны более-менее, она просто подтягивает хвосты, которые вы никогда сами не уследите, просто она тащит какие-то хвосты, может быть, каких-то новых конкурентов, фасины тащит, еще что-то, то есть она живет своей жизнью, маленький макос, и вы про него, в общем-то, забываете, но это происходит уже где-то через две недели, через месяц. Вот. Далее, важные тоже вещи, это поднять органики. Значит, поднять органики это одна из тоже довольно мощных вещей, которая позволяет делать PPC. Сейчас я покажу на примере, вот у меня есть как раз пара компаний, они, кстати, у меня самые жирные, они в том числе поднимают органику, сейчас я только их найду, ну, например, черт сочую по количеству заказов и, скорее всего, вот это. Да, похоже. Вот робот выставляет, вот здесь робот 30%, вот видно, да, 29,9, здесь работает робот, с ними не забалуешь, вот, собственно, 29,9, вот здесь стоит настройка 30%, робот стоит 29,9. Опять же, еще самый важный совет перед тем, как вы начали, на голый листик, без отзывов, без вопросов, без хорошей фотографии, без хорошего описания, кидать PPC это самоубийство. Это вы садуете все бюджеты, с крошечной конверсией и ничего не будет. Вот посмотрите, обратите внимание, какая подъявляется, 22%. Вот эта конверсия достигается, если вы вырезали свой листинг, если у вас отличные отзывы, если у вас хорошие фотографии, там, хорошее описание. отзывы, какое ты считаешь? Что-что? Какое количество? Ты имеешь в виду отзыв? Ну, конкретно, да, потому что это же должны быть какие-то объективные цифры, тяжело так ориентироваться, хорошие. На самом деле, мне сложно говорить, потому что я где-то читал, опять же, в интернете исследование о том, что люди говорили, что вот если смотреть количество конверсий, количество отзывов, то это такая парабола, ну, гипербола, я не знаю, ну, то есть, вот кривая такая, да, и она более-менее переходит в прямую, ну, то есть, значительные колебания, то есть, если там ноль отзывов, она там где-то высоко, да, конверсия совсем крошечная, там, один, два, три, четыре, пять, и вот она вот так вот по кривой идет, а потом более-менее в прямую уходит, а опять же, опять же, то, что я слышал, это происходит в районе двадцати отзывов. То есть, если вот больше двадцати, то уже нет таких резких скачков под конверсией именно связанных с отзывом. То есть, до двадцати, она нет, до сузов уже как-то, ну, то есть, у тебя двадцать, тридцать, пятьдесят, сто, то есть, разница будет, но не в разы, да, а вот эти, да, если у тебя один и двадцать, ну, опять же, я это читал, я не могу сто процентов. Да нет, ну, это понятно, там в любом случае, там еще будет влиять, насколько дорогой товар, насколько, дорогой товар говорит о том, что количество отзывов, как правило, у дорогих товаров значительно меньше, вот, ну, и так далее, и так далее, просто в сочетании с конкуренцией, если у тебя рядом конкуренты по десять тысяч отзывов, вот, и конкуренты рядом с тобой по пятьдесят отзывов, то есть, тоже две большие разницы. Ну, понятно, цифра двадцать, она как бы варьируется, примерно в этом диапазоне, это стартовая цифра, а так вообще замечательно, да, от двадцати до ста отзывов на старте. Мы на днях смотрели конкурентов, сейчас же с, как это сказать, с ситуацией с индусами, кстати, она выравнивается, я уже разговаривал с людьми, которые этим занимаются, они свои товары уже продвигают, вот, просто пока что на общий доступ, как бы, дать не могут, потому что не хватает ни ресурсов, ни понятна математика, потому что тогда было прозрачно, и понятно, сколько это будет стоить, сейчас непонятно, вот, а по поводу того, что у нас получается, вот, эти количество отзывов, ну, чем больше, тем лучше, как всегда у нас. Вот, и мы, и мы, соответственно, да, тут уже двигаемся по-разному, вот, я говорю, пример хотел сказать, что мы сейчас анализируем разных конкурентов, и реально, посмотрите, бывают новички, 7 дней, Женя нашел 158 отзывов, verify, за 7 дней, старт, по кипе, 158 отзывов, вот, я об этом и говорю, но они продвигают просто, я к тому, что, вот, мы как раз, там, вот эти вот, группу, там, по ревью, я предлагаю, чтобы они этим, народ туда подтягивался потихонечку, чтобы друг другу делали, потому что, ну, реально, реально, есть сообщество, где-то, которое вот таким вещами занимается, может быть, конечно, это и программно, и виртуальные аккаунты, которые создаются, карты, все с вами, ну, как бы ни было, то есть, в любом случае, нужны отзывы, надо их, чем больше, тем лучше, но надо все в совокупности, нельзя тупо брать за первые, там, 10, я к тому, что 158 отзывов прошло, какая у него конверсия, я не знаю, то есть, ну, я не вижу, там, у него бешеных продаж, нормальной продажи, но в любом случае, такое количество за 7 дней, я лично не могу, например, сделать, то есть, мы делаем, у меня сейчас есть, там, возможность, ну, для своих товаров, например, там, ну, 100 отзывов, ну, я их все равно сделаю в течение месяца, это verify, я имею в виду, не verify, это неограниченное количество, понятно, вот, но я про verify, я имею в виду, из-за этого тут тоже очень к этому надо внимательно относиться, из-за этого очень важная цифра, вот эти вот 20 отзывов, потому что она будет влиять реально на ACOS, на КТР, на все дела PPC, правильно? Да, абсолютно согласен, вот, собственно, как раз продолжу эту тему, по поводу того, когда стоит PPC, то есть, PPC, в принципе, вы можете стартовать в любой момент, когда вам запожелается, но, чем выше у вас конверсия, тем меньше вы тратите денег, если у вас конверсия, там, 1-2%, там, 2-5%, ну, это самоубийство, вам нужно конверс, хотя бы стараться, ну, понимаете, у ваших конкурентов конверсии выше, конверсию можно получить в одном случае, если есть органика, понимаешь, а если ее нет, ее нет, этой конверсии, а если мы делаем раздачу, она искусственная. Я сейчас, не касаясь органики, я сейчас и говорю про конверсию именно с рекламой, да, потому что, то есть, прежде чем, опять же, сервисовет, сначала сделайте нормальный листинг, вы его сделаете, закажите дорогие фотографии, я много видел, не много, но видел людей, которые приходят, с PPC говорят, а у нас вот все то же самое, ну, ничего, нету конверсии, я смотрю на их фотографии, вот эти, знаете, вот фотографии, которые китайцы, на Алибабе, вот эти фотографии, они просто взяли себе, перетащили в, собственно, в амазоновский листинг, вот эти, размера там 100 на 200, да, где-то ничего не видно, где все эти точки смазаны, и говорят, а что-то у нас нет продаж, и реклама не работает, ну, соответственно, потратитесь на хорошего фотографа, там, на хорошего, человек, который вам напишет, хороший, нормальный, там, я не знаю, тайтл, там, буллеты и так далее, то есть, у вас должна быть хорошая конверсия, чтобы реклама работала, должна быть хорошая конверсия, это самое важное, потому что, если у вас конверсия будет низкая, вы все равно будете свистывать бюджеты, ну, то есть, грубо говоря, окос при конверсии 22-29, если у вас будет конверсия 10, то окос у вас будет 60, то есть, вот так вот будет, ну, соответственно, вы будете просто тратить на рекламу два раза больше, против тех же самых равных целей, поэтому, прежде чем давать, вылежите листинг, все сделайте хорошо, сделайте 20 отзывов, там, каким-то образом, или, я, например, самое смешное, что я не делал никаких левых отзывов, никого не покупал, то есть, в конце только, может быть, там, кому-то обращался, а у меня все отзывы, как бы, натуральные, то есть, я ничего не стартовал, и все это пришло с большим временем, то есть, я их собирал, там, поэтому, у всех там разные, ну, и конечно, в начале с PPC было гораздо сложнее, потому что конверсия была ниже, тратилось больше, зарабатывалось меньше, сейчас, конечно, стало попроще, ну, ладно, соответственно, как раз, вот, продолжу тогда тему по органику, к которой я вернулся, вот, как раз, компания, которая имеет две цели, во-первых, это хорошо продающаяся компания, у нее хорпкост, здесь всего два ключей компании, один на экзекте, второй на фрезе, вот, если мы посмотрим сюда, мы увидим, что здесь их тут двое, сейчас мы их найдем еще, один у нас здесь в экзекте сидит, не надо профитейбл, а второй, скорее всего, профитейбл сидит, сейчас я гляну, сейчас, да, второй в профитейбл сидит, с 20 окосом, на фрезе, профитейбл у нас менее прибыль, чем это, чем получается, фрез, значит, в чем смысл этой компании, здесь все довольно просто, на экзекте, он, на профитейбл, потому что, он не бьется, он чуть больше по окосу, 30 копейками, например, ну, вот видно, 60 заказов идет по 1 мишевику, то есть, это фактически то же самое, что делают индусов, да, или кто-то, или вот эти суперурлы, то есть, но вы их получаете с помощью пяти, то есть, как это работает, есть экзект фраза, которая, например, там, я не знаю, там, красный стул, да, там, красный детский стул, или просто детский стул, это очень хорошая фраза, предложим, да, и человек набирает в поиск красный стул, он видит вашу рекламу, по именно этому слову, она довольно высоко, потому что вы льете хороший бюджет на эту рекламу, далее человек переходит по этой ссылке на товар, он покупает, и у него в киперс записывается как раз именно красный стул, и дальше у вас ранжирование идет, то есть, растет ранжирование именно по этому ключевику красный стул, то есть, это вам сделают не индусы своими там непонятными акциями, это вы там не суперурлами там компаны раздавали, которые покупали, а это делается натурально с помощью PPC, и это отличнейший способ, тем более, если вы льете туда хороший бюджет, и, например, если вы хотите высоко подняться по этому ключевику, вы просто выделяете его в отдельную компанию, даете там окос, ну сколько у вас здоровья хватит, я не знаю, там 50, 60, 70, льете туда бюджет, и вы выезжаете на органики довольно хорошо, потому что у вас идут заказы по этому ключевику, и органика начинает подниматься, 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 и вообще я знаю людей, которые PPC, там с хорошим бюджетом, там выезжали на первую конец, в новых таких, скажем, сложных ключевых запросах, только с помощью того, что они лили бюджет на экзакт, и вылезали таким образом на главную страницу, и органики перекрывали с огромным запасом все потери, которые у них были на PPC, потому что органика с первой страницы, ну все знают, это довольно высокое, а тем более, если там в 3, там в 2, там, но они поддерживали вот эту, вылазили как раз на эту главную страницу за счет того, что они тратили много на это экзакт по рекламе, продавали, но и в итоге они получали как раз первую. Тем более, сейчас ситуация с грузами, это один из немногих стопроцентно работающих способов, когда вы сможете вытащить, причем вы вытаскиваете не деньги, которые там 0,1, вы вытаскиваете с режимами заказами и каждому заказу назначили, чем вот эти действия, да, там, либо в корзину вас добавляют, пришлись, ну ладно, то есть здесь более-менее все оказалось, то есть здесь мы создаем, то есть поедем дальше, то есть мы создали из автокомпаний, соответственно, компаний, которые у нас работают, торгали, какая-то экзек-компания, либо которая уже у вас основная компания, куда вы ставите автороботы, автопилоты, которые вам выравнивают ставку, и, соответственно, вы следите, птичьи опускаете бюджет, когда у вас уже достаточно ключевик с автокомпанией, она затухает на определенном окосе, и вы так ее держите, она у вас работает под тем же осином конкурентов, вам приносят все равно какие-то продажи, но основные продажи у вас идут уже с тех компаний, которые вы нас собирали с помощью автокомпаний. Есть ли другие способы? Есть. Есть другие способы, самый простой, это вот всякие сонары, если вы хотите бесплатно, если не хотите бесплатно, то это мерчант ворс, это кейворд инспектор, это вот то, что Денис сейчас предлагает, довольно хороший инструмент для того, чтобы сэкономить время и силы, это соответственно, собирание ключевиков с осинов конкурентов. Да, уже проверено, как бы я вот это высылал, то есть сейчас там стоит от 500 долларов за два осина, потому что больше двух, я думаю, смысла нет. Почему мы сейчас это делаем, это популярно возникает, есть новая такая фишка, связанная с самзаваном, который трекает позиции, то есть мы заранее, раньше включали кейворд инспектор, чтобы поймать ключи конкурентов и через месяц, когда мы будем запускать свой товар в лисинг, их использовать все растерем. А сейчас есть новая тема, связанная с парсингом позиций, мы вставляем просто вам за вам эти позиции и смотрим, какая там идет динамика. Если ключ вообще не дергается, то есть идет ровно там вверх-вниз еле-еле, то значит это не живой ключ, то есть он по косвенным показателям, опять же, по косвенным показателям он мертвый. А вот где идет постоянно синусоиды, косинусоиды и так далее, это значит ключ интересный и надо над ним поработать, потому что идут продажи или у нас, или у наших конкурентов. Вот такая сейчас как бы тема. По поводу цен я видел, что в комментариях пишут, если дешевле, просто как бы сказать, все делают по-разному, мне предложили, мы вот цена была 500 долларов, сейчас ее уронили в два раза, потому что я тоже как бы говорю, что рыночная цена дешевле. Я могу точно сказать за себя, мы это проверили, реально на своих товарах, ну вообще просто как будто у вас скрин сняли с экрана, то есть настолько абсолютно одинаково, это не какой-то там файл куда-то перегружать, а просто абсолютно скрин с ваших серстерн, то есть даже первый серстерн, вторая строчка, третий, четвертый, то есть очень удобно, как можно ими пользоваться, но по-разному, я, например, делаю лисинг фразы с запятыми, то мои фразы можно вообще вам за вам тупо вставлять и просто кайфовать. У кого, конечно, без повторения, без фраз, там чуть сложнее, но здесь опять мозг включаем и начинаем ими пользоваться, потому что вот этот механизм новый, как бы, тоже интересный, достаточно хорошо работает, но нужно также время, чтобы набрать эту статистику. Вот, другие инструменты я не пробовал, то есть мы, как бы, тоже рано или поздно руки дойдут, но здесь просто бесплатно проверили, точно работает, это я гарантирую. там я просто не знаю. В любом случае всегда есть где-то дешевле, дороже, вопрос надежности и качества. Надо это иметь в виду. Собственно, почему я про это упомянул, потому что если у вас мало денег на автокомпании, вы хотите сэкономить, автокомпании довольно дорогой способ сбора ключевиков, потому что вы будете тратить бюджеты довольно приличные на всякие шлак и мусор, которые вы потом отсеете, заминусуете, но все равно вы на него будете тратить бюджеты. И если у вас есть способы собрать это дешевле, то лучше, конечно, собирать дешевле. Например, через Дениса. То есть это вообще самый идеальный способ. Если вы Дениса будете заказывать вот эти вот осины, то вы получите, ну, в принципе, вот сразу хороший такой объем ключевиков с вашего желательно, конечно, полный конкурент довольно такого хорошего, жирного, чтобы было понятно, что это те самые ключевики, которые работают. И, соответственно, опять же, можно пользоваться сонаром и так далее. Вот, давайте рассмотрим варианты, где-то вы их собрали. Я не знаю, где Дениса, сонарий, еще где-то. Вы собрали какой-то список ключевиков, предположим, их там тысяча штук, да, там или сто штук. Прежде всего, вам нужно их добавить себе в компанию. Ну, я уже показывал, еще раз покажу, как это делается. Вы, чтобы избежать дубли, дубли довольно неприятные вещи, я уже говорил об этом. Они будут бегать у вас в компаниях разных, разные ставки стоять, там робот начнет сам с собой бороться. Поэтому, желательно, все ключевики, которые вы добавляете, прогонять через наш инструмент, find brand new keywords. Сюда вы вставляете какие-то ключевики и вот этот длинный список, который вы где-то нашли, либо там с Asino Reversed Engineering сделали, либо там с Sonara. Сюда вставляете, выбираете из каюшки, которую вы будете, соответственно, с которым будут сравнивать, компании, которую будут сравнивать, и здесь вот нажимает про new keywords, и она вам найдет только те ключевики, которых у вас еще нигде в компаниях нет, и их уже вставляете. Совсем новые пассивные компании, то есть добытые таким способом, то есть есть дорогой способ авто, он 100%, он найдет практически все, соответственно, он дорогой, то есть если вы хотите подешевле, то, соответственно, где-то надо выбирать этих кученьков, вставляйте их броводом, не надо фрейзами, не надо экзакт, потому что вы еще не знаете, это называется пассивная компания, и вы еще не знаете, как они сработают. То есть вполне вероятно, Sonara или Reverse Engineering с Asino вам принесет, не все будут из них замечательные, как вы вынули из автокомпании, то есть вы вынули только замечательные, а это не факт что-нибудь замечательное, поэтому сначала делается пассивная компания, сначала вы все вот эти ключевики задавствуете в одну компанию как бровод, и после этого тоже какой-то бюджет, но здесь будет уже более прицельный такой моментальный, если автокомпания это такой вот ковровый моментальный, то здесь уже более прицельный, потому что список ключевиков вы хотя бы сами видите, и вы хотя бы понимаете, что она не имеет отношения к делу, но здесь уже по умолчанию уже не будет такого адского окоса, здесь уже окос будет поменьше, но все равно ставку надо делать побольше, и вот отсюда вы уже начинаете вытаскивать таким же образом хорошие Search Terms. Опять же, у нас в системе, если у вас не одна компания, а их много, у вас есть очень удобный инструмент, я про него в тот раз рассказывал, который очень сильно облегчит вам жизнь, это Profitable Search Term Finder, это инструмент, который позволяет вам самим, не влазя по компании, ну то есть здесь вы просто выбираете компании, все в одном окошке из каюшки, здесь выбираете компании, ставите лимит по окосу для ключевика, который вы хотите найти, ну для Search Terms, который вы хотите найти, и соответственно здесь нажимаете Funky Words, и она сам по компаниям, он ищет все вот эти ваши новые ключевики, но опять же он здесь находится все, но вы потом нажимаете Show or New, то есть тех, которых еще нет у вас в других компаниях, и он вам показывает все, что он нашел там, ну если вы там раз в неделю это делаете, за неделю, если раз в три дня, все за три дня, что он нашел, то есть не надо влазить по компаниям, еще где-то искать, все вот здесь в одной кучке, выбрали, там добавили в компанию, скопировали, и дальше уже там либо создаете новую компанию, либо добавляете, там уже зависит от того, насколько там много трафика выключили и так далее, вот, это что касается пассивных компаний. Далее пассивные компании очень просто себя ведут, вы оттуда точно таким же способом вытаскиваете вот эти вот хорошие Search Terms, в зависимости от трафика на Search Terms, либо в общую компанию куда-то все засовывать, либо отдельно под них делаете Race Exec, либо если это хороший, очень мощный ключевик, вы начинаете вытянуть Exec, но Exec, опять же, можно тянуть много хороших ключевиков, можно вот ROI делать, да, то есть сразу много довольно хороших ключевиков, вы на всех выставляете Exec, ставите довольно высокий бюджет и начинаете вытягивать, то есть начинаются заказы и начинает растить органик, то есть это вот, но я для себя обозначил порядок, ну, для каждого товара у меня порядка, наверное, 6-7 ключевиков, которые я тяну Exec именно в плане того, чтобы еще росла органика, вот, но, опять же, никто не мешает сделать там не 7, а 70, там, или 700, это все зависит от вас, опять же, органика также точно тягается и бродом, и фрейзами, просто она так довольно смешанно получается, то есть прицельно не получается стрелять, то есть получается, вы так, опять же, бабометами делаете, ну, просто это не всегда эффективно, вот, и, собственно, вот таким вот образом вы себе начинаете растить нормальную компанию, то есть зависит от условий, зависит от, соответственно, какие типы у вас компаний, есть низкопередные компании, компания как раз вот из этих хвостов различных, которые, например, остались от пассивных компаний, то есть вы вытащили оттуда все хорошие ключевики, куда льется бюджет, она осталась с таким длинным хвостом довольно, вот там насобирали, и вот этот хвост там, предположим, с низкими бедами для вас работы, с хорошим хвостом и так далее. Далее, следующий момент, в первые времена, когда вы только начинаете, в принципе, ну, я так подозреваю, и, скорее всего, так оно произойдет, вы сами там день и ночь будете сидеть, все руками выписываете, все ключевики записываете и так далее, и так далее. Ну, то есть энтузиазма у вас хватит, на первое время это абсолютно железно, вы сами будете все делать. Дальше и ставки смотрите сами руками, дальше, когда у вас становится их слишком много ключевиков, там их тысячи, руками это сделать, даже если вы себе там кучу соберете каких-то фрилансеров, которые будут там за вас делать, но это невозможно сделать. Здесь уже, вот я по себе сужу, без автобидеров, без автокомпании, ну, практически невозможно. Если вы хотите выставить нормальный окос и, что называется, выставил, забыл, то без автобидера это сделать очень сложно, а ближе к тому, что это, ну, либо каждый день опять сидеть там ставки, мониторить и смотреть, что происходит, либо уже никак. Ну, опять же, немножечко отвлекусь на автобидер, вот пример автобидера, здесь компания можно посмотреть, компания здесь стоит 30%, как мы видим, автобидер у нас довел эту сумму до 29,9, очень хорошее количество по заказу, ну, здесь высокая конверсия, конечно, но автобидер здесь прекрасно справляется со своим назначением, то есть, когда вы уже делаете финальные кампании, ставьте их на автобидеры. У вас есть хорошая статистика уже, у вас есть уже, ну, то есть, вы там уже разобрались с кучевиками, разобрались, какие там фрейсы, экзек, там, иброд вы на них делаете, когда вы более-менее закончили кампанию, сформировались, ставьте на автобидера, это сэкономит вам нереальное количество времени, ну, и денег тоже, и, соответственно, автобидер работает с каждым ключевиком на деньги, то есть, он выравнивает общую кампанию, но он старается, чтобы это было, но он работает с каждым ключевиком, он индивидуально ставит ставки, как он работает, я уже говорил, но, опять же, быстро напомню, то есть, он смотрит, вот здесь же, опять же, у нас можно посмотреть, если мы зайдем в ключевики, у каждого ключевика есть буковка А справа, вот она, если все нажать, и вы здесь увидите всю историю бидов, ставок и опроса, какой здесь есть, то есть, это все мониторится, вы можете посмотреть, как-то бидер работает, ну, если вас, предположим, там что-то не устраивает, вы можете отключить, но, по факту, он работает отлично и со своими задачами справляется, вот, биды он делает после того, как он получит какие-то статистики, то есть, он получил статистику, предположим, окос вылез за необходимый ваш процент, он просто опустит ставку, окос упадет, и так вот он будет варьировать, ну, вот здесь вот видно, что он вышел в итоге на 29,9. Значит, я подозреваю, что многие из вас не знают, что такое окос, почему я все мере окосом, и вообще о чем это? Если очень коротко, что такое окос? Окос – это average cost of sale, то есть, это средняя цена продажи, то есть, что такое средняя цена продажи? Это сколько вам нужно потратить долларов для того, чтобы продать ваш товар, то есть, предположим, ваш товар стоит 30 долларов, и на рекламу вы потратили 3 доллара, то есть, в таком случае у вас окос будет 10%, потому что 3 доллара, а 30 – это 10%. Предположим, если у вас товар стоит 30 долларов, а на рекламу вы истратили 10 долларов, то в таком случае у вас окос будет 33,3 в периоде по проценту, то есть, это треть от стоимости товара. Вот таким образом высчитывается окос. Почему это самый важный показатель, который применяется в рекламе? Потому что, предположим, если у вас, и как наши, кстати, вот тоже хочу обратить внимание, как наши системы считают профи, то есть, откуда она взяла, что у нас профи 90% при этом окосе? Она считает это очень просто, потому что у нас в каждую искаюшку руками забит вот здесь, вот когда вы в самом начале, вам система предложит, если апдейт его нажмете, вам система предложит по всем этим вашим искаюшкам забить начальные данные. Что значит начальные данные? Это данная стоимость, FBA-физ. FBA-физ у нас пока руками, но там можно все это считать, но лучше убивать руками, более точно. FBA-физ – это сколько вас полностью берет амазур, то есть, включая FBA-физ, 15%, то есть, вы эту стоимость тоже убиваете. То есть, входная цена, то есть, как она прилетела из Китая, там, зашла на склад амазонский, предположим, там, товар обошелся в 4 долларов. Это запуск в Китай, плюс привезти, плюс там все эти расходы на конвертацию и так далее. Амазон, предположим, с вас снял еще 10 долларов, там, свой FBA-физ, плюс процент за продажу, то есть, там, у вас получилось 14 долларов, а продаете вы, предположим, на 25. То есть, у вас получается с каждой продажи чистой прибыли 11 долларов. И теперь мы смотрим, сколько мы можем, какой пост для нас допустить. Предположим, при стоимости товара 25 долларов, 11 долларов, ну, условно говоря, там 40% приблизительно, да, от стоимости товара. То есть, это 40% грязной маржи, которая у вас остается, ну, в нее же еще закладываются, там, какие-то еще вещи, но, там, налоги, там, и так далее, но плюс-минус, да, 40% у вас остается. Ну, хотя бы половину вы себе хотите за это сохранить, да, то есть, ну, например, там, 20% что вам сохранилось, а 20% вы готовы потратить на рекламу. То есть, в таком случае у вас окос должен не превышать 20%, тогда вам 20% прибыли приостанется, 20% у вас уйдет на рекламу, и все будут счастливы. Вот, почему меня вот устраивает, например, здесь 30% окос, или 35%, там, и так далее, потому что у меня несколько другая цель. У меня, так как у меня высококонкурентная ниша, у меня довольно большое количество от этого уходит на органик, то есть, на поднятие органики, поэтому здесь окос выше, а так, в принципе, конечно, тоже бы меня устраивал там окос 20% и так далее, но здесь еще плюс по всему идет поднятие органики, поэтому окос он несколько выше, чем... Еще, знаешь, вопрос сейчас, вот люди спрашивают про три вот этих вот, экзекст, соответственно, расскажи, что они там, вот, спрашиваю человек, три варианта, чем они отличаются поподробнее, да, а то люди не знают. А, ну, соответственно, три типа, здесь очень, все путаются, все, что такое, что такое. Здесь очень просто, брод, это переводится как широкий с английского, то есть, это самое широкое вхождение. То есть, что означает брод? У вас, предположим, ну, вот мы с самого начала рассматривали, есть такое, ключевик, например, детский стул, да, там, стульчик, детский стульчик, вот. И, соответственно, что будет примером брода являться, например, для этого ключа, например, стульчик детский. Это будет, то есть, вхождение, что значит брод? То есть, у вас, предположим, слово будет детский стульчик, да, оно будет у нас, мы задали, это ключевик, как брод, детский стульчик, два слова. Что для детского стульчика будет вхождение, какие сервисы попадут, вы даете рекламу по слову, по фразе детский стульчик и поставили соответствие брод. Вот. Теперь давайте смотреть, что набирает пользователь и какие будут запросы пользователя, по каким запросам будет показываться реклама. Значит, брод, это может быть все ваши слова, которые у вас обозначены, они могут идти в любом порядке, могут прерываться, могут переворачиваться, то есть, абсолютно все равно, просто в поисковой фразе должны присутствовать оба ваших слова. То есть, примеров поисковых запросов, которые вы ищете пользователя, например, если вы задали детский стульчик, например, стульчик красный детский, купить стульчик, там, большой детский красный, то есть, вот эти вот, любые поисковые запросы, где будут прислывать в любом порядке слово детский стульчик, они будут показываться, кто тут у вас брод. Вот это брод, это самый широкий охват, это ноутблог тем, что вы не можете ничего конкретизировать. То есть если у вас какие-то сержтерсы будут работать хорошо, а какие-то не очень, вы не сможете криптизировать их, потому что у вас слишком он широкий. Поэтому он называется BROAD. BROAD хороши для сбора статистики, для хвостов, но для хороших ключевиков BROAD очень нехорош тем, что слишком много разных вариаций, которых свой, собственно, будет ACOS. Который, кстати, ACOS правильно называется ACOS, но у нас все привыкли их ACOS называть, поэтому я тоже ACOS называю. Поэтому BROAD используется в начальных этапах либо для каких-то не ключевиков тавтологии, то есть не для важных ключевиков, типа хвостов и так далее, где просто нет смысла собирать фрезы крошечные, поэтому все одним скупом, за слов BROAD и так далее. Если у вас довольно мощный ключевик, BROAD пользоваться, ну, нехорошо, потому что, ну, это будет, опять же, это углубление от ковровой бомбардировкой, и когда у вас мощные ключевики уже, надо переходить на следующее. Вот сейчас мы их расскажем. Что такое фрейс? Фрейс – это фраза, это означает, что если в нашем примере это детский скульчик, она не должна биться. То есть она вот конкретно вот этой последовательности, она должна присутствовать где-то в том, что набирает юзер, что он ищет. То есть, например, BROAD подразумевает собой, что вы в любом порядке эти слова где-то могут в тексте быть замешаны, то если вы выбрали соответственно этот фрейс, то они должны идти одна с другим. Точно в том порядке, но они могут присутствовать в тексте в любом месте. То есть, например, если у нас фрейс «детский стульчик», то он будет показываться по запросам «детский стульчик красный», «купить детский стульчик» и так далее и тому подобное. То есть, единственное, он должен был в той же самом виде сохраняться в запросе пользователя, в котором вы его задали. И это называется фрейс. И самый точный тип, который, собственно, вот как раз с помощью которого поднимают и органику и так далее – это экзек. Экзек означает «точный» по-английски, это означает «точное соответствие». То есть, то, что вы написали в ученике, полностью должно соответствовать тому, что пишет юзер без всяких добавлений и так далее. То есть, если вы написали «детский стульчик», то у вас будут, и вы задали экзек, то реклама будет показана только тем пользователям, которые набрали в поисковой строке «детский стульчик» и ничего больше. То есть, если он набрал «детский стульчик» красный, ваше объявление уже не будет показываться, потому что это уже фрейс. Или вы задаете отдельный запрос «детский стульчик» красный, и вы, извините, значит, уже что-то применяете в свой фрейс. Это наиболее точная штука, вот как раз сюда идут максимальные бюджеты, и она позволяет, ну, это точный инструмент. Конечно, надо стараться, чтобы все ваши наиболее мощные высокотрафики ключевики были экзек-компанией, и тогда максимально точно и надежно на них можно лить бюджеты, и, соответственно, на них можно влиять на организм каким-то образом. Просто на фрейс набор, лить бюджеты – это довольно так, ну, страшновато. Тем более, если у вас мощные ключевики, то лучше это сделать. То есть, лучше наплодить много-много-много экзактов, и по каждой ставить там автопилот, который будет выравнивать их, чем один фрейс, который будет тянуть и хорошие, и плохие там фразы, и вы никогда об этом не узнаете, потому что, ну, только залез в статистику и посмотреть, что засерчешься, а не за тобой все. Вот. Я даю себе ответ. А у нас еще есть какие-то вопросы? Пока нет. Ну, тогда, собственно, продолжим дальше. Соответственно, вот я, надеюсь, я рассказал более-менее понятно, как создавать компании, каким образом, то есть, каким образом давать рекламу, что, опять, еще раз повторюсь, всегда нужна реклама, хорошо работает, когда у вас есть статистика, бездумные, просто положение автокомпаний, которые будут с непонятным опосом работать, и вы потом будете говорить, о, у меня ничего не работает, я поставил автокомпанию, насажал все мои деньги, ничего происходит. Это так и должно быть. Пока вы не настроите рекламу, пока вы точечно все не сделаете, пока вы там не запустите автобидеры, да, которые вам будут выравнивать опос под желаемую там величину, у вас реклама по умолчанию должна пожирать. Очень редкие ниши, да, где там, что называется, масса органики и низкая конкуренция могут прямо вот со старта жить с хорошим опосом, и все будет замечательно. Это скорее редкость. В хорошей конкурентной нише, если просто вы тупо включите автокомпанию, ничего хорошего не произойдет, то есть будет безумный опос, будет сливание бюджета и так далее, пока вы все руками не настроите, у вас ничего хорошего, вот моя ниша, она очень высококонкурентная, и, соответственно, без настройки, я помню, когда я только начинал, у меня было, то есть я тоже автокомпанию выставил, думаю, сейчас вот я пойду зарабатывать, вот сейчас, такая красота будет, и у меня что-то там опос чуть не под сотню улетал, там сто-сот миллиард, деньги прожирались моментально практически, причем автокомпания, она ни органику за собой не тянула, ну потому что она глупила по всему, что она только до чего могла дотянуться, вот, и там происходило там сливание бюджетов, я тоже злился, я не понимал, почему у меня ничего не работает, что это за реклама такая дебильная, что я ничего не могу продать, точнее, я продать-то могу, но в себе в убыток, и все это пожиралось, и вот это вот бесило, все, а потом, когда ты начинаешь разбираться и правильно настраивать, уже ты понимаешь, как это все делается, и просто нужно собрать максимальное количество статистик. Вот, я хочу еще раз тогда, с самого начала повторить все шаги, как нужно, с чего нужно начинать рекламу. Первое, это вырезать листинги, то есть самое главное, чтобы у вас листинг был готов, это отзыв, то есть чтобы у вас было достаточное количество отзывов, это чтобы у вас было все хорошо, с фотографиями, с описаниями, с тайтлами и так далее, и тому подобное. Вот, далее, опять же, забыл совершенно про это дело, backend keywords надо туда, у нас есть очень удобный инструмент, опять же, если у вас будет статистика для генерации backend keywords, то есть вам не нужно даже собирать его ниоткуда, если вы пойдете в свою висковюшку, у нас есть вот такой вот инструмент, например, вот сюда, там зайдем, нет ничего, сейчас я найду какую-нибудь живую, вот, сейчас, да, у нас есть такой очень хороший инструмент, называется backend keywords generator, то есть он собирает все ваши ключевики, которые хорошо работают, даже не ключевики, а search terms, которые хорошо работают в других компаниях и просто вам их засовывают backend, то есть у вас гораздо лучше начинает это органики все это дело, то есть он просто собирает статистику со всех ваших хороших ключевиков, и потом вы можете это одним кликом все засунуть в ваши backend keywords, и, ну, это на самом деле очень удобно, чем собирать их руками, там, с search terms, просто здесь раз, кликнул, все хорошо, сейчас попробую где-нибудь посмотреть, сейчас, да, вот здесь, да, нет, и вот здесь вот нажимаете generate, она показывает вам список всех ваших хороших ключевиков, которые она нашла, которые у вас работают, которые приносят прибыль довольно большую, а потом вы просто свои backend загружаете их, и все, и если, ну, то есть она заполняет до тысячи символов все это, и потом, это довольно удобный инструмент, опять же, если, чтобы это все не делать руками, и не собирать их, там, кучами разными, она все вам генерирует сюда, и вы просто потом их скопируете отсюда в север-централе своей. Отвлекся немножко, значит, продолжим. Сделали листик дальше, два варианта, а лучше сразу оба можно, при ускорении, либо у Дениса, значит, реверс инжиниринг, конкурентов, осинов, вы смотрите ключевики, и делаете на основании их пассивные компании. Пассивные компании, они делаются, например, так же, как авто, то есть вы ставите на бровок, на самое широкое соответствие ставите высокую ставку, и дальше начинаете уже откуда, ну, вот как вот здесь, то есть, либо если у вас нет нашей программы, вы идете там в север-централе, качаете эксельные отчеты, но это довольно сложно делать, либо если у вас есть наша программа, вот к северной компании, вы идете вот сюда, с вершином трекинг, и отсюда уже вы вытаскиваете, ну, здесь я экзекную компанию очень удачно взял, сейчас там одну одну возьму. Каждое какое-то время идете с вершином трекинг, и отсюда начинаете тягать север-централь, который вам насобирала кассивная компания, если у вас еще их нигде нет, соответственно, либо вы их добавляете в какую-то компанию, либо копируете там через север-централь, то есть вы руками добавляете, и так все время, и так вы собираете те ключевики, запустили в автокомпанию, запустили в пассивные, и каждый какой-то период времени готовьтесь 2-4 недели жестко терять деньги. Это в любом случае непрессивные у вас будут. Вы единственным вариантом можете не терять деньги, если вы будете точно знать, что вот это у вас железный, хороший, то есть, кастер-штернский, кейворц, который точно работает, вы где-то узнали о этом, или сами так думаете, или подсмотрели у кого-то, вы ставите его на фрейс-экзэкт, ставите автобидер, чтобы у вас не вылазил за необходимый окос, но таким образом вы не досчитаетесь 90% прибыль за счет того, чтобы не охватить другие ключевики. Поэтому, конечно, лучше 2-4 недели потерпеть, покряхтеть, посмотреть, как у вас там Amazon списывает деньги, но собрать хорошую статистику по хорошим ключевикам, а потом уже через 2-4 недели вы уже будете бомбить рекламой и с хорошим окосом, и хорошим ключевикой, и совершенно забудьте про такое страшное слово, что реклама на Amazon жирает ленинги. Amazon на рекламе жирает большие деньги, пока у вас нет статистики, пока вы не сделали из них мануальных компаний, и пока, собственно, то есть пока вы даете вот эти безумные автокомпании там с непонятными словами с половиной, которые это вам дают. Есть еще один вариант, который тоже совершенно неправильный, тоже многим идут, то есть они увидят, что у меня автокомпания там, еды там какие-то по 2 доллара, давайте-ка я снижу сейчас. Вы отсекаете таким образом 90% хороших ключевиков. Просто вы с тем, что вы с 2 доллара съехали на доллар, вы отсекли 90% ключевиков, которые реально хорошие, которые высокопридные, и которые могут вам приносить там прибыль в 30% вопроса, если, например, выделите их в WhatsApp или в Freyze и сделав хорошую конверсию своего листинга. Вот у меня самая хорошая компания, самая жирная, это как раз вот эта Freyze с Exect, это одна единственная по моему самому жирному ключевику, вот я ее, собственно, показывал уже. Сейчас я еще раз ее открою, если она не видела. Вот она. Вот эта вот компания, это всего-навсего по одному ключевику. То есть вот это всего-навсего по одному ключевику, соответственно, если разделить это на 30, то там, я не знаю, один-единственный ключевик приносит там 5 заказов в день, да, с рекламой, ну, даже больше, там, 6 получается. Вот, это один-единственный ключевик, который вытащил Freyze, который такой довольный вид, да, там, но тем не менее, окос у него 29,9, и если бы он жил где-то внутри какой-то автокомпании, то есть он прожирал бы тоже немеряно, потому что он хороший, но какой-то другой там жирал бы из компании, в итоге все равно там получился то есть я его выдернул, я его там причесал, я его сделал на Freyze, я его сделал на Exect, вот он теперь у меня хорошо работает, приносит прибыль, но опять же у меня здесь довольно высокая конверсия, то есть старайтесь, чтобы у вас была такая конверсия. Вот. Ну, в принципе, дальше, после того, как вы создали эти вот компании, как у вас созданы компании, которые начинают собирать для вас статистику, здесь уже, еще раз повторюсь, насколько у вас сил терпения хватит. то есть если вы сможете, то есть чем больше вы все это держите и чем больше собирается статистика, тем лучше. То есть вы потеряете деньги там две недели, да, там, ну, зависит и все, то есть можно денег потерять там, но опять же у вас просто вы в ноль работаете, скорее всего, да, то есть у вас какие-то продажи, то есть вместо того, чтобы получать прибыль, вы даже какой-то, может быть, минус залазите, либо в какой-то ноль и так далее, но потом, как вы собрали статистику, вы сразу начинаете уже зарабатывать. Вы уже знаете свои хорошие ключевики, вы ставите на них автопидеры, вы делаете инди-компанию, вот потом они уже начинают для вас зарабатывать. И вы начинаете уже уменьшать бюджет автокомпании, потому что вы все самые вкусные жирные оттуда собрали, все, вам не нужны больше пожирателей бюджетов, вы в автокомпании уменьшаете с двух долларов до доллара, потом и там в минуту пяти долларов, если посмотреть на автокомпании, там, сейчас, наверное, средние ставки 30-50 центов. А начинались они точно так же, там, с двух долларов, и просто я вытешил оттуда все хорошие включеники, раскидал автокомпанию, и уже прицельно, когда, основной смысл, когда прицельно работаешь с включеником, вот с экзектом, там, всегда выше опос, чем если ты, там, в какой-то автокомпании или бродом его бомнишь. Потому что, вот, теряются все вот эти хвосты, которые могут быть эффективны, которые могут быть неэффективны, вот, и таким образом лучше делать и так. Вот, и, соответственно, после того, как у вас 2-4 недели это все отработало, вы потихонечку начинаете снижать бюджет бюда на автокомпаниях и на пассивных, после того, как вы вытянули из них все самое хорошее. Она вам, в принципе, автокомпания, на высоких бидах больше не нужна. То есть вы вытаскиваете бид там с двух до полдоллара, и все, не забываете про него, на какой-то живет своей жизнью, что-то там тащит какой-то трафик, там, хорошее, самое жирное вы вытащили оттуда в своей компании, самое неплохое, не жирное вы там заминусовали, вы негативы занесли, и дальше уже у вас начинается уже нормальный опрос, вы начинаете уже с помощью рекламы зарабатывать, ну, соответственно, какое-то время нужно подождать. Второй момент, который тоже много спрашивают, а что такое, почему у меня, вот я создаю новую компанию, а у меня нету трафика, я ставлю там бид чуть ли не 10 долларов, а трафика нет. Ну, бывает такое. То есть у вас в автокомпании ключевик работал, вы сделали под него там отдельную компанию с каким-то безумным бидом, там, я не знаю, поставили там высокий бид, а трафика нет вообще. Значит, тут действует приблизительно то же самое правило, что Амазон и везде. То есть я, например, видел компании, людей, у которых очень большие продажи, и у них реклама очень много уходит. То есть чем больше продаж у вас по органике, есть некая зависимость продажа в органике и то, которую вам Амазон позволяет взять на PPC. То есть чем больше у вас продаж по органике, тем более старый аккаунт, чем больше там у вас БСР и так далее, тем больше вам позволяет трафика давать Амазон. То есть если условно грубо говоря у вас показы, то есть нет прямой коррекции, но есть некие такие наблюдения, что это так. То есть чем более старый у вас аккаунт, тем больше вы даете рекламу, тем соответственно у вас Амазон больше показывает и соответственно у вас больше показывает. Но опять же, это вот мое мнение, я ничем это доказать не могу, то есть никаких математических выпилок нет, но это просто по моему наблюдению вполне возможно это как-то ошибочно и люди могут как-то другие мне примеры привести, но пока по моим наблюдениям так. Там вопрос не появилось? Давай посмотрим. Вопрос знаешь какой? Один. Запись будет. Как обычно. Запись будет. Да. Давайте вопросы. Если они конечно есть, информации много, переварить не всегда получается просто. Ну вот так что это такая тема. Обязательно будет запись естественно, потому что это больше учебное пособие, чем такой лайв легкого формата, хотя он подразумевается под легким форматом, но в любом случае темы разные трогаем. Где-то совсем все просто, где-то больше демагогии, а где-то конкретно сухие данные и цифры. Цифры надо смотреть, считать и замерять на свой товар. У каждого свои ситуации, все по-разному, истории разные, просто чем больше у вас будет товаров, чем больше будет опыта, тем больше будет знаний. Так что ждем вопросы. Что-нибудь добавить еще есть у тебя? Или на сегодня думаю достаточно? Ну, сегодня, я думаю, да, и так довольно много информации, а собственно в следующий семинар хотел бы посвятить как раз уже больше работы с программ, потому что знаешь, на самом деле очень сложно рассказывать про программу, когда люди азов не понимают. Ну понятно, я согласен. много я имею ввиду. Я вот тоже в программе пока не могу тебе помочь именно вот этих плюсов и минусов, потому что пока я на данный момент ей не пользуюсь. То есть как у меня руки до нее дойдут, соответственно будем пользоваться, потому что тех, кого я консультирую достаточно пока аккуратно, осторожно, потому что вот автомат слово однозначно не то, что пугает, оно непонятно, потому что в руках мы чувствуем как бы что это мы делаем, вероятность ошибки меньше и так далее. Автомат это кто-то делает, как ты это настроил, непонятно как, из-за этого нужен именно больше, наверное, потихонечку отзывы, которые люди пробовали и, наверное, те люди, которые... Знаешь, я понял, на самом деле все очень просто. Я все проверяю на себе, да, у меня прежде всего что-то выпускать, я все проверяю на себе. У меня ну не сказать, что у меня там прям много продаж по PPC, но вот можно посмотреть за последний месяц, то есть только по PPC я продал там 12 тысяч за последний месяц. Я говорю именно о самой, что им выбрать, то есть что выбрать человека, который не понимает, то есть который пользуется этой программой или планирует пользоваться, или думает, вот в чем, как я тебе всегда говорил, любая программа, она должна приносить доход, то есть мы тратим столько-то, мы сэкономим столько-то и получим маржу, так скажем, разницу. Это мы в будущем будем как бы это приносить постепенно, постепенно, а сейчас именно вот это решение принять, то есть чтобы начать. Вот, потихонечку будем вот это рассказывать, то есть да, можно сказать, что вот это вот видео, типа реклама там и так далее, но в любом случае каждый же думает по-своему, у каждого ситуация разная, и я знаю, реально люди большие деньги тратят на PPC, вот, для них в принципе в первую очередь это и подходит, потому что для совсем новичков, у которых там один товар, действительно, есть еще желание вот это вот сидеть ковырять с утра до ночи, нам обещали, что мы будем там на пляже сидеть, но на самом деле не часто получается, и окос, и вот эти вот, все вот эти вещи классно получаются, тогда, когда товар угадали, попали, тогда будет все легко, но когда у вас будет 10 таких товаров, я вас уверяю, будет сложно найти таких удачных 10 товаров, вот. А я даже сказал, что по тому товару, если у меня уже больше сотни крючейков, уже руками можно садиться на. Я по себе сужу, просто... Постепенно, постепенно будем, да, набирать статистику, как бы рассказывать, и в любом случае, думаю, и пригласим кого-нибудь, кто будет пользоваться плотно этой программой. Я пока руки не дошли, к сожалению, не могу помочь, но однозначно буду этим заниматься, тем более, у меня есть возможность, вот, осталось начать. У меня просто стратегия чуть по-другому с PPC работает, из-за этого у меня на более дальних стадиях. Мы занялись этим недавно, вот, потихонечку, потихонечку, и когда я, соответственно, буду уже разбираться, я уже буду говорить о тех плюсах, которые есть, со стороны именно, взгляд со стороны, тех минусов. Если кто-то уже поработал, много представлений имеет, и есть пожелание непосредственно пообщаться, приглашаем на лайв, то есть мы неделю через две очередной будем делать, напишите мне в личку, и с удовольствием возьмем одного человека дополнительного, который вот на данный момент уже пользуется этой программой. То есть уже непосредственно по софту, да? Голосом, да, голосом будем обсуждать программы, то есть минусы и плюсы, потому что это очень полезно. Я однозначно включусь в этот процесс просто намного позже. Из-за этого одному человеку, разработчику, он сам делает, сам себя проверяет, это сложно, сами знаете. Вот, так что, если есть кто-то, кто действительно уже попользовался и действительно есть свое мнение, вот, мы голосом, пожалуйста, расскажем, потом конкретно будем уже обсуждать каждый плюс, каждый минус. Я думаю, это и плюс и к программе будет, и плюс однозначно будет нам, в принципе. Наша цель одна сократить затраты на PPC, сократить расстояние вот этого сбора информации, потому что только PPC. В начальной стадии это 50%, даже не начальная, а вообще всегда, это сбор информации, новых ключей, там, и так далее, и так далее. А вторая часть, это уже вот непосредственная продажа и оптимизация нашего товара. Вот и все. Так, ладно, пошли вопросы, так что можно уже закончить демагогией заниматься. Так, значит, на автомате рекомендуется только ручные комп ставить. Что такое? Значит, да, я по компании. Значит, смотрите, у нас сейчас, в принципе, когда была идея самого автомата, автокомпании, там же не нужно вот это, то есть, Amazon не дает регулировать автокомпании, там, ну, грубо говоря, там, по широкому диапазону ключевых слов, то есть, он дает регулировать только по ставке, то есть, мы не делали этого, но я вот тоже думаю, мы, наверное, сделаем это на следующей неделе, чтобы уж совсем не было геморроя, чтобы он еще автокомпании регулировал. На самом деле, отрегулировать автокомпанию, ну, это очень просто. Ты зашел, посмотрел, у тебя ставка, там, 60%, около 60%, а ставка 2 доллара, ты поставил доллар, ну, плюс-минус у тебя. В общем, я просто понял, мы сделаем это. Сейчас на автоматах это не работает, у нас в планах это есть, я думаю, скорее всего, на следующей неделе это будет работать на автоматических компаниях тоже. Сейчас пока только на мануаре. Следующий вопрос. Можно теперь просто по шагам повторить последовательные действия. Первое. Автокомпания с роботом. Второе. Вытягиваем основные ключи через две недели. Третье. Ну, то есть, вот эти пошаговые. Нет, все перепутал. Значит, пошаговый, понял. Прежде всего, найти историю. Первое, и самое важное, что делается в РППС-рекламе, это вам необходимо найти ключевые слова, по которым вы будете давать рекламу. Причем, не просто ключевые слова, а ключевые слова, которые максимально релевантны к вашему продукту и которые будут максимально давать вам прибыль. То есть, максимально высокую конверсию при минимальных затратах. то есть, окос будет минимальным. То есть, там меньше, чем меньше окос, тем лучше. Соответственно, где найти эти слова? Два основных источника. Это ваши автокомпании. Но для того, чтобы собрать из автокомпании, их надо хотя бы недельку покрутить на высоком, ой, две недельки покрутить на высокем бюджете, а лучше месяц. Потому что за две недели тире четыре Amazon вам соберет практически весь ваш костяк ключевиков, ну, кроме там особо длинных хвостов. И можно с высокой долей вероятностью сказать после двух тире четырех недель автокомпании, что вы нашли все ключевики, что Amazon вам нашел все ключевики, наиболее релевантный к вам. И всех ваших конкурентов Асина, которые вам будут давать тоже продажи при переходе через них. Но это дорогой способ, есть более дешевый, то есть вы готовьтесь, что если у вас высококонкурентная ниша, у вас на это уйдет там от 1000 долларов минимум. Есть более дешевые способы находить первоначальные ключевики, это вот, на мой взгляд, наиболее интересное, то, что предлагает Денис, это вот реверс инжиниринг по Асину, то есть это конкурентов, вы берете самый мощный конкурент, который у вас на первом месте по вашей нише, по основным запросам, вы отдаете его Денису, Денис отдает вам вот этот облако ключевиков, вы засовываете его в пассивную и уже вот это облако, которого забрали конкурент, оно будет работать лучше, вы денег потеряете меньше, то есть оно уже более правильно, более точно, чем то, что вам предложит Амазон автокомпания. Поэтому варианта два, но опять же все равно более полное количество ключевиков, кроме как в автокомпании собрать не надо. Следующий этап, первый этап мы поняли, то есть мы набираем ключи или соответственно мы их набираем за две недели хотя бы автокомпании. Дальше. Совершенно верно, потом мы эти ключи выделяем в отдельной компании. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли их уже из брода перевести на, то есть мы их выделяем наиболее, но опять же зависит от вашего времени, я знаю людей, которые все ключевики переводят брода, то есть из брода я для своих компаний стараюсь наиболее, то есть высокотрафиковой, чтобы не тратить время на хвосты, хвосты я оставляю в броде, а наиболее высокотрафиковый я уже перевожу в phrasing экзек. Что это позволяет сделать? Это позволяет сделать более точную настройку. Соответственно экзек-компании опять же, то есть вы после того, как собрали ключевики, вы создали новую компанию, в которую вот эти же ключевики разбросали по трех группам. Одна брод, там наиболее низкая ставка, вторая будет это фрейс, там ставка уже будет повыше, и третья будет экзек, где будет максимально высокая ставка. И соответственно, вот эти все три компании вы ставите на автопилот, то есть вот эту созданную компанию новую, в которой есть новую ключевики, вы разбиваете по группам брод, фрейс, экзек, и ставите каждую группу, ну или сразу всю компанию на автопилот с нужным вам окосом. Опять же, если у вас есть цель вырасти в органике по каким-то ключевикам, вы конкретно эти ключевики выделяете в отдельной компании, ну или создаете компанию, например, органик, буст, называете ее, засовываете в каждую эту кампанию, вот этот ваш ключевик, в котором вы собрались расти, заправляете туда окос, там хоть безумный, там под сто процентов, сливаясь в гигантское количество бюджета, но зато вы выстреливаете в органике, вылетаете на первую страницу, и все счастливы вы эти расходы покрыли из органики. Ну, прямо такой красоты, конечно, вряд ли у вас получится прямо за неделю, но это долгий, кропотливый труд, да, то есть по ППСи прям за три дня ничего не вылазит, то есть это где-то органика, она полезет, ну, может быть, там через 2-3 приличный буст, вы увидите свои органики уже через какое-то время. Так, следующий. Больше этапов уже нет, я думаю, этого достаточно для старта, а там уже оптимизация. Да, оптимизация у нас следующий может всегда идти. Да. Если я правильно понимаю, подтвердите зависимость PPC, BSR, органика. Вопрос. Зависимость понимаем, и очень сильная, то есть на самом деле как растет ну, они пишут, типа вот здесь пояснение, органика вытягивает BSR, а BSR PPC. Ну, вообще, что такое BSR? Смысл о нем вообще говорить, я не понимаю, это BSR, 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 это констатация факта. После того, как у вас прошли продажи, у вас поднялся BSR. Все. Органика прошла, или это PPC, у вас поднялся BSR. Какая взаимосвязь? Что объяснять тут? Я не понимаю. Если я правильно помню, человек, он имел в виду скорее всего имел в виду следующее. Например, есть у нас запрос детский стульчик. Если мы в гугле набираем детский стульчик, то у нас сначала начинают первые три позиции реклама, потом пошла органическая выдача, потом опять эта реклама и так далее. Для того, чтобы пропасть на первой странице по вот этому запросу, вариант у нас два. Либо идти к индустам, которые сейчас с трудом работают, а практически не работают, либо давать массированную экзек-компанию экзек-компания это точное соответствие по конкретной фразе. Дает получается органика и поднимается товар вверх. Ты еще забыл про искусственные выкупы органические, все то же самое. Вот. Я про вторых не буду говорить. Да, ну то есть это получается экзек, это точно соответствие по фразе, мы заливаем товар искусственную в PPC на самый верх, идут по ней по этой фразе покупки, Амазон нас начинает поднимать по этой фразе. Вот что такое поднятие, так скажем, ключа за счет PPC. Так, дальше. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация. Неделю назад были все, было все в порядке, но уже неделю ключевые запросы на manual PPC экзакт не показываются нигде. Стоимость клика 3 доллара. Моя категория раньше за 3 доллара реклама была на первой странице. В чем может быть проблема? Поднимайте еще выше. Идем не в трех. Как раз об этом я хотел сказать. Амазон делает две вещи. То же самое он делает на PPC и то же самое он делает в органике. Он дает boost. Когда вы только начинаете давать рекламу, вот я когда привез свой первый товар на Амазон, я только дал PPC, он только-только в первый день у меня с PPC давал 40 продаж дней. Это вот только-только я запустил PPC, на автомате он мне давал 40 продаж дней, правда там с окосом под 100%, но 40 продаж дней он давал мне только за счет того, что я дал PPC. А потом это начало падать. Было 40, потом 30, потом 20, потом 10, а потом я с гигантским трудом стал продавать пять в день. Я ничего не менял. Вот ничего не менял, ничего не происходило, но была такая интересная ситуация. Амазон первоначальный товар дает boost. Даже если PPC рекламе, он PPC рекламу все равно дает boost. Потом это падает. Увеличиваете ставку, правильно совершенно Денис говорит, ставьте, проверяйте, есть ли у вас бит плюс стоит. Бит плюсы очень хороший результат. Включайте везде бит плюсы. Ставьте ставку выше, ставьте бит плюсы. Все равно у вас через какой-то период времени это полезно. Ломать, просто ломать надо. Да, поднимайте, бит плюсом пользуйтесь, тем чем можно. Через какое-то время это все равно полезно. Да, может быть проблема в лисинге, что-то у вас с кейбордами, то, что вас как-то задвинули, перестали ранжироваться. Еще как вариант, либо очень низкая конверсия с PPC, опять же, Амазон старается показывать сначала у тех, у кого высокая конверсия, даже с PPC. Вот, смотрите, что у вас конверсия с PPC. Посмотрите на конверсию, посмотрите, вот если вы видите мою конверсию с 3.5.6, по экзек-компания конверсия вообще там 20.7%. Смотрите на свою конверсию. Если у вас низкая конверсия с PPC, улучшайте ее. Амазон тоже это любит высокую конверсию. Конкуренты могли бит поднять. Все может быть, абсолютно, куча всяких причин. То есть, это не Амазон вредничает и вам там не дают показывать. Конкуренция, это конкуренция называется. Всяк к вашим, смотрите в сторону увеличения бита, увеличения конверсии и так далее. Смотрите, прежде всего, на бит и на конверсию. Вот знаете, повысите бит, включите бит плюс и попробуйте увеличить конверсию там отзывами, там фотографиями, хорошими миссиями. Надо не забывать, конверсия это на соотношении показов к продажам. Соответственно, смотрите сессии, смотрите продажи. То есть, вот что такое конверсия. Так, по поводу вот этой услуги, Денис, только включилась, какая стоимость услуги по выделенной основных ключей. Еще раз повторяю, стоит сейчас на данный момент конкретно вот человек, которого я проверял, все нормально работает, это 50 долларов за два осина. Вот, потому что это оптимальный вариант, выбираете два топовых продавца, действительно серьезных. Имейте в виду, что бывает топовых вскрываем и там ничего нет вообще. То есть, там пять ключей в строчку и все. Бывает и такое, конечно. Но бывает, например, вот если меня вскроет кто-нибудь, то у меня будет фразовая через запятую с повторениями. То есть, фразы просто можно брать и пользоваться. Как я рассказывал в начале про Amzuan, как можно действительно сейчас по-новому взглянуть на подход. То есть, на данный момент мне сейчас кейверт инспектор, в принципе, я даже не знаю, он, конечно, кейверт инспектор, он не слизывает, не делает скрин. То есть, мы делаем просто вообще абсолютное зеркало всего кейворда, серфтером закрытого у конкурентов. Абсолютное. Вот уже проверили, вообще там, я не знаю, все что угодно, вот прямо точно в точность. Даже по очереди все это расписано. Первый, второй, по строчкам и все такое. Вот. Кейверт инспектор, он ингенерирует ключи, потому что у нас бывает, понятно, ключ номер один в первой строчке, ключ номер 10 во второй строчке, он делает вот эту генерацию, получается фраза и, соответственно, вставляет. Но это очень долго, муторно, то есть, это свой подход, совершенно, это совершенно другая тема. Это вот именно выдергивание всех до одного ключей конкурента. Особенно вы видите, вот просто глаза мозолят, он просто перед глазами непонятно, что он такое замечательно делает. Вот. Мы берем все эти ключи и используем еще I'm the one для того, чтобы смотреть, насколько ключ живой. Для этого, в принципе, достаточно вот там от двух недель до месяца. Все то же самое. Желательно при запуске, при уже старт пошел, все равно какие-то ключи искать. Таким же образом можно прорабатывать. Вот. То есть, параллельно, я, в принципе, подробно достаточно рассказывал, будут вопросы, потом расскажу, там в личку напишется. Вот. То есть, вот такая вот история I'm the one, как бы второе. Дыхание очень полезная вещь. То есть, я сейчас, помимо своих позиций, там, тех, кого мы продвигали, тех, кого мы обучаем и так далее, я вот еще сейчас анализирую конкурентов, то есть, как они продаются, по каким ключам, которые товары я планирую в будущем продавать. Какие ключи? Следующий вопрос. Какие ключи переводить в OffRace, какие в Exec, решать самим или есть какие-то методики? Или, например, в автомат у тебя какой-то там есть? Значит, смотрите, все зависит от вашего времени. На самом деле, чем больше, тем лучше. У нас есть, опять же, очень удобный инструмент для этого. Вот здесь вот меню Tools и Word Tools есть такая штука Match Time. Это как раз тот самый инструмент, о котором вы сейчас спросили. Вы здесь выбираете из каюшки, выбираете, опять же, компании, ставите опос, который вы хотите, и здесь она вам выведет список всех ключевиков, которые можно перевести в другие мальштаби, которые у вас еще нет. Очень удобный инструмент. На самом деле, максимально, надо стараться, но опять же, все зависит от времени. Если вы будете нашим пользователем инструментов, вы хоть тысячи ключевиков, хоть две, хоть пять переведете, потому что он автоматом отсюда засунет, вам делать ничего не надо. Но если вы делаете это все руками, то, ну, хотя бы на высокотрафик вы поставите. То есть, там, где у вас реально идут хорошие заказы, хороший трафик, вот их обязательно всех. На более низкотрафиковые, но на сколько у вас времени хватит. На хвосты, ну, у вас точно время. Ну, хвосты, это вот типа нашими уже программами надо пользоваться, что хвосты переводить, потому что при умелой работе с хвостов можно тоже очень хорошо поиметь и заказов, и трафика. Просто, когда уже такие промышленные количества, то есть, руками это точно не сделать, то здесь уже надо софтом пользоваться. Вот как у нас, например, посчитать. Еще есть вопросы? Сейчас посмотрим. Так, следующее, что у нас тут? Хороший органик не будет без хорошего БСР, а БСР улучшается за счет продаж, а продажи мы вначале получаем за счет по ПС, и выкупываем и так далее и т.д. Вот что я хотел уточнить. Ну, да, ну просто, честно говоря, БСР, он констатация факта, из-за этого просто посмотрели, да, товар классно продается, у него 100, а у этого 100 тысяч, значит, товар плохо продается. Но он не меняет наши продажи, а он изменяется, когда у нас есть продажа. А как мы БСР можем изменять? Многими способами. то есть, все зависит от наших органических и неорганических продаж. Неорганические, это как раз там тот же самый ППС, искусственные продажи, те же самые выкупы, и все вот эти вот... Да, все правильно, Днис говорит, то есть, чем больше у вас продаж, тем выше вы висит. Есть много разных стратегий продаж, не надо загоняться, там говорить, что вот ППС, вот как здесь написано, а быстро ушли за счет продаж, а продажи мы вначале получаем за счет ППС. Да многие вообще ППС не пользуются. Огромное количество. Есть кто пользуется, например, у них стратеги узкие, то есть, у них бюджет, например, ограничен. Есть, я знаю людей, у которых очень высокий АКО за счет того, что они исключительно продвигают низкочастотники, хвосты, так называемые, низкочастотники, то есть, они говорят, мне неинтересно там биться, то есть, он просто человек берет и отсекает это. Вот, многие специалисты говорят, что ППС, это в ноль работать по ППС, это уже хорошо. Плюс, это отлично. Из-за этого стремятся к этому, а зарабатывать на органике, они также поднимают тот же самый, как его звать, ну, наши ключи через экзек, поднимают, там много всяких действий делают, они позволяют нам за счет дополнительных продаж не падать, правильно, с первых страниц. Потому что, помимо продвинуться, надо еще и удержаться. Из-за этого это много, это просто отличный инструмент, ну, который не решает всех абсолютных проблем. И не надо на это рассчитывать. Нужна совокупность факторов. И когда, когда, ко мне люди обращают, вы занимаетесь продвижением, я каждый раз, у меня вот этот вопрос, каждый раз смешит немножко, потому что, что такое продвижение? Если продвижение имеется в виду как индусы, раньше тупо дайте результат, вот вам ключ, вот вам первая страница. Ну, когда я у человека уточняю, особенно раньше, ну, я думаю, это будет в любом случае в каком-то виде, просто перестроиться, но не важно. И когда человек этим занимается, у него есть определенные задачи, просто есть, которые это надо. Они понимают, что они делают, и понимают, зачем они это делают, то есть, они там специалисты своих, так скажем, нюансов. А есть люди, которые не понимают, они просто хотят получить трафик. И так же с PPC, правильно? Мы получаем трафик, мы поднимаемся на первую страницу, и там нас уже оценивают и покупают или не покупают. Я знаю людей, которые мы что по PPC продвигали, что по этим индусам, блин, цена у бестселлера 15 долларов, а у нас цена 25 долларов. Как я продвину? Что я могу сделать? Я могу помочь с трафиком, я могу помочь с листингом, с фотографиями проконсультировать там, ну все сделать можно, но если цена неадекватна, одного даже этого. А мне на это человек говорит, а у нас подарков больше. Я говорю, подарки это когда бесплатно, абсолютно даром. То есть, мы торгуем по той же цене, и у нас есть конкурентный преимущество, у нас есть пускай гифт-коробка, у нас пускай есть какой-нибудь венчик, какая-нибудь там щетка, мойка там, я не знаю, все равно. Но этот подарок, он подразумевает, что он бесплатен. А когда дается, есть комплект без подарков, так скажем, одна штука, и есть комплект с подарком, но дороже в два раза, я если захочу эту штуку, ну там вот эти вот все вещи, я их куплю отдельно, или может быть набором куплю. Но в любом случае, это однозначно неконкурентное преимущество, однозначно. Вот. Вот и все. А если вы будете продавать по той же цене, как бестселлер, но с подарками, тогда да, это совсем другая песня. Из-за этого из вот этих нюансов оно все и складывается, и успех наш. Есть моменты, конечно, исключительные моменты. Вот у меня уже две истории таких. Это когда берется дешевый товар абсолютно, прям вот абсолютно обычный дешевый товар. И его красиво преподносит. Реально делают упаковку дороже самого товара. Ну ты сам знаешь, мне про него рассказывал один. А у меня сейчас еще один такой товар есть. Вот. Грубо говоря, все там тексты пишут, именно затачивают, не под ключи, а именно для понтов. То есть абсолютно ну качественный, нормальный товар, но просто его продают не за там 10 долларов, а за 50 долларов. И вот они туда вливают уже в PPC уже такие деньги, то есть вы их вообще не переплюнете. То есть это уже специфика совсем другая, совсем другой бизнес. Но таких товаров я на данный момент только два знаю. Вот откровенных таких, где люди действительно дешевые товары преподносят, как дорогие товары и реально успешными торгуют. Имеют хорошие продажи, то есть там. Вот и все. Из-за этого очень много стратегий. Так, дальше. Аки методы уже каждый для себя сам решает. Да, это комментарий как раз. Вот. Методов много, действительно, в любом случае. PPC отличный инструмент. Мы пытаемся его именно преподнести. Сложный инструмент простыми словами, так скажем. Все тулы. Там вот я видел комментарий что-то. Что-то я здесь не вижу. По поводу стоимости, что ли, я что-то видел такое. Ну ладно, не будем. Что-то там типа программа дорого, стоит дешево. Ну, каждый принимает для себя решение в любом случае. Здесь по возможности программ абсолютно много разных. Сейчас вот мне советуют Cashco Pro взять там очень много полезных вещей. и вот сейчас тоже буду заниматься, смотреть по нему. Вот. На каждой стадии развития нужны разные инструменты. Вот этот инструмент, это как раз хороший инструмент, потому что у нас группа для начинающих, инструмент для практически самого начала. То есть это, грубо говоря, чуть ли не с первой поставки, но со второй, с третьей по-любому надо, уже можно, точнее не по-любому, а уже можно пользоваться. Потому что инвестиции опять же разные, и работа идет по-разному. Из-за этого мы как бы про это рассказываем. Некоторые программы у нас, можно сказать, не заинтересовали никого, некоторые программы очень сильно заинтересовали, потому что все зависит от нашей группы. Если в нашей группе будет основная масса людей, действительно, продавать там на 100 тысяч долларов в месяц, им, соответственно, программы нужны будут там за 30, за 50, за 150, за 200 долларов в месяц. А если в группе оборот там 2-3 тысячи долларов нарыло, конечно, тут программа 10 долларов уже вах. Вот. Из-за этого это нормально, ничего из такого нет. Каждый производитель рассматривает свои варианты, мы неплохой, неплохая скидка у нас. Я так понимаю, наверное, такой скидки-то ни у кого нет, да? Где ты там продаешь ее за границей. То есть у нас сегодня где-то на следующей неделе выходит, на английском языке, если кто хочет, может посмотреть на наш PPC News, если слышали такой Freedom Fastlane, довольно популярный ресурс среди амазонских продавцов, там много что рассказывают, они будут по нам делать обзор, но если кто захочет, может, ну, там единственное все будет на английском, так что даже лучше здесь смотреть, потому что здесь все по-русски. Да, то есть это американская как бы программа, если вам по-русски рассказывают, как раз это нам преимущество, что есть такая возможность, потому что очень тяжело найти. Я, в принципе, готов провести лайв с абсолютно там киверт инспектором, я писал, они не отвечают, сонар, что-то они как-то такие медленные, е-мое, что-то как-то у них там непонятно, то есть все по-разному, вот, но по поводу стоимости и всего остального я сказал, как бы... Знаешь, на самом деле, Денис, извините, что я тебя перебил, у нас очень много людей из группы русскоязычных и... С большими оборотами. ...подписчиков, и поэтому ты говоришь, неинтересно, очень многим интересно, и очень у нас много подписчиков именно вот, которые приходят по твоей скидке. Нет, постепенно, нет, я говорю постепенно, нет, а сообщество растет, мои с кем, вот, мои товарищи, с кем мы начинали, вот, они растут, мы растем, все постепенно растет, то есть изменяется, если год назад не было вообще ничего, то есть просто было там поле, так какие-то деревца вырастали там, я не знаю, которые там запускались, вот, их очень было мало, сейчас их значительно больше, и сюда уже приходит совершенно другой уровень инвесторов, то есть, если я могу сказать просто по деньгам, что вот ровно год назад разговор был о двух-трех тысяч долларов, это просто, знаешь, даже как-то это так поперхнулись, я мое там, две-три тысячи долларов надо вложить, то есть и воспринималось это как непонятный хайп, вот, и что-то такое там, туда-сюда. Сейчас люди приходят, понимают, что там минимальное вложение от пяти тысяч долларов, как правило, пять-три-десять, то есть ценник уже там от двух до трех выживался, до пяти-десяти, это о чем говорится, пять-десять тысяч долларов можно легко запустить два товара, то есть до десяти тысяч долларов, то есть пяти тысяч, в принципе, с запасом хватит на два недорогих, нормальных, конкурентных товара, а можно даже упереться и три притащить, вот, и разные по разному, кто-то кому-то и десяти, естественно, не хватит, если взять дорогой в обороте товар, вот, то есть все растет, это за год всего, за год у нас получается рост в три раза, это я просто по себе знаю, вот я с людьми, с которыми работаю, но приходят люди, которые в 10 раз больше сразу вкладывают то есть просто, емое, там в месяц, в год то есть инвестиции совсем другого порядка это постепенно идет просто это очень медленно идет, но постепенно это говорит именно о сарафанном радио, то есть у меня, вот у меня с Америки несколько людей, он говорит, вот у меня товарищ начал этим заниматься там год назад он зарабатывать начал тысячу долларов мне это даже вообще не интересно начал две зарабатывать, начал три зарабатывать, начал пять зарабатывать, он говорит, мне стало интересно, чем он там занимается вообще вот, и я говорю, я тоже у меня есть возможность, почему мне бы этим не заняться, я уже не хуже, не лучше есть опыты у тебя, у него там я готов, вот, то есть это тоже сарафанное радио очень сильно работает, помимо того, что мы тут в интернете трендим есть же реальные люди с реальными результатами просто их реально ну смысл, блин, показывать тоже как-то не особо хочется и зачем ну конечно, деньги любят тишину и сами понимаете, как мы в России, Украине, Казахстане все работаем я не знаю я могу, я извиняюсь, что я перебью, когда я работал собственно, PPC Энтуражем занимался я же смотрел огромное количество аккаунтов, да, там порядка там 1700 аккаунтов я видел и статистику и продажи и так далее и продавцов которые продают там гигантские я уже говорил в одном из семинаров их немерено, то есть люди, которые торгуют там на 100 тысяч долларов в день и в день на 100 тысяч долларов их много ну, знаете ну, люди просто пашут я могу сказать, я вот видел, встречался там есть, конечно, пенсионерки в Америке вообще очень много пенсионеров которые на Мазуме торгуют в России их только молодежь а в Америке в основном торгуют пенсионеры ну, то есть людям, которые там за 50, за 60 лет и они вот так у них пенсионерская такая штука они торгуют, они очень скрупулезно во всем разбираются ходят на все семинары ну, я не скажу, что они плохие дела, у них нормальные дела идут конечно, лучше всех идут дела там возраст там 20, 30, 40 лет ну, пенсионеров там, ну, там, конечно, не 90%, но очень много которые вот занимаются новозоном и так далее ну, вот, но опять же я скажу, что если вы упретесь, Роган, да если вы начнете этим заниматься не как балластом, да не как вот этой пирамидой, которой там все обещают сверхприбыли и вы приходите, а вот давайте, нет, я там вложил тысячу где мои 100 тысяч долларов вот, если вы упретесь Роган и вы начнете там во всем разбираться очень сложно не начать зарабатывать то есть это надо либо совсем не, ну или денег просто если просто можно не дофинансировать просто не хватит денег потому что ошибки стоят денег не денег, ну, я не знаю, пойти занять там ну, нет, ну, тут уже момент разный, как бы риск благородное дело, но все по-разному подходит и надо не забывать еще момент нормальный бизнес офлайне, обычный если кто им занимается, я думаю, все знают ну, зарабатывать 3% в месяц, это круто вот в районе 3% от вложенных денег, это вообще сверх круто, то есть если мы зарабатываем больше 5%, это ну просто вообще если больше 10, уже эйфория наступает то есть у вас вложен в бизнес там, я не знаю, миллион рублей там, долларов, и вы зарабатываете 100 тысяч долларов банки дают на сколько там сейчас там на валюту, я не знаю там сколько процентов 1, 2, 3, 4, я не знаю на рубли точно до 10 в Украине точно не знаю но в любом случае, вот такие вот, это в год 10% даже не дают, а это в месяц 10, а здесь некоторые люди приходят там, 5 тысяч вложил, говорят, а я 5 тысяч буду зарабатывать? а говорят, давай я тебе это самое ты меня вот консультант, я вот хочу зарабатывать я говорю, ну блин, это нереально просто из-за этого, кто вам это рассказал, это нереально и в интернете, если вы будете зарабатывать вот эти, даже тут просто много рисков дополнительных всяких вот, и заработок 10% это очень достаточно ну, я понял, да ну на самом деле удачный и хороший бизнес у людей, их тоже довольно много то есть я вот опять же смотрю понимаешь, я не голословно утверждаю у меня опять же, я передо мной очень много людей проходил там, когда я работал в PPC Торадж, да и огромное количество людей я видел и очень много успешных исследований то есть фактически ну, они, понимаешь, это было там не было у новичков, потому что те, которые до PPC, они уже, как правило, там прошли стадию новичка, там которые готовы платить за софт, да то есть они уже прошли какую-то стадию ну, я бы даже, наверное, сказал, что каждый третий-пятый-второй даже, может быть, аккаунт был с приличными оборотами даже на рекламу и довольно много людей было, которые там на рекламу тратили больше 10 тысяч долларов в месяц их было много, очень много ну, поэтому не, ну, понятно, что обороты там бешеные из-за этого говорят порядок цифр я не про это, я про выхлоп, конечно, ноги сколько мы заработать можем то есть если мы вложили, если мы вложили 100 тысяч долларов ну, можно рассчитывать на какой-то доход серьезный если мы вложили 3 тысячи долларов это больше именно старт обучения, знания именно такие вот вещи, которые больше обучающие вот и все то есть двигаемся в этом направлении так что думаю, подытожили достаточно в следующий раз у нас когда примерно планируем? ну, тогда через две недели отсюда то есть это получается у нас где-то в середине июня уже да, да да, и что-то новое у нас там подтянется какие-то новые да, у нас там будут как раз автокомпании мы сейчас будем вводить мы будем конкурировать с Amazon One шучу на самом деле мы будем у нас будет довольно сейчас готовится большое нововведение я быстренько оно сделаю мы подтянем всю статистику по органике у нас есть возможность и сейчас мы уже получаем вот эти отчеты которые по продажам не зависящих от PPC и мы сделаем очень интересный инструмент мы будем показывать все ваши органистики продажи также в PPC tools мы покажем ваши ежедневные продажи то есть мы дадим очень мощную статистику по вашей органике не только по PPC, но и по органике то есть Amazon конечно там что-то показывает у нас будет гораздо круче чем у Amazon то есть мы покажем вам всю вашу статистику ежедневную покажем товар плюс у нас будет вот та фишка которую я видел на сайтах это если кто-то сколько много товаров хочет заказать она будет показывать сколько вам нужно товара заказать чтобы вам хватило на такое-то время при ваших текущих продажах то есть там будет масса нововведений не знаю успеем ли за две недели но абсолютно точно за две недели мы будем показывать вашу статистику по органике вот такие у нас будут нововведения ну отлично в любом случае смотрю Sonar презентацию в Sales Hub делал ну и удачи им пускай Sonar там делает я им особо не предлагал я им просто это самое написал с ними пообщался они мне предложили очень слабую реферальную систему которая ну не то что мотивирует их продвигать а скорее наоборот антимотивирует вот я не знаю там я им особо не пользуюсь мне как-то ну он просто дает дает информацию он у меня находится в моих инструментах он у меня есть он находится номер последний вот которым я пользуюсь вот из-за этого как бы особо на него никогда не давил вот сейчас Cashco Pro мне как бы посоветовали хочу подумать по ним посмотреть ну не знаю или аналоги может кто-то что-то подсоветует посмотрим но надо в любом случае пробовать не попробуешь не узнаешь в принципе я думаю на сегодня все анонс мы сделали что у нас будет дальше следующий лайф не знаю посмотрим кто там народ потянется а хотел попросить если есть какие-то пожелания желания обращайтесь в личку по поводу всяких вот этих вот тем лайвов то есть ну я понял все ли производители этого самого сонара ну пускай рекламируют делов тьмы вот на самом деле здесь помимо селсхаба все остальные а там только селсхаб то есть они сами себя обрезали ну там не важно что они себя отрезали но в любом случае это уже дело селиксом так значит по поводу следующих тем любых просто пишите мне в личку может быть какие-то есть конкретные вопросы пожелания потому что бывает забывается бывает фантазия заканчивается и в любом случае какие-то контакты например вот книги вот сейчас человек написал про книги может быть действительно есть люди которые удачно много по книгам работают зарабатывают расскажите поделитесь было бы прикольно есть там варианты еще там какие-то может быть вот кто-то майками начал торговать так активно вот будет интересно всем думаю рассказать показать ничего там такого нет никто вам там рынок не сломает вот так что вот такие вот дела всем удачи всем пока все пока все пока до Продолжение следует...